Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжается утро на Болткоме. Артём Липин, Абекалкин в студии. Доброе утро. Евгений Копеин, наш звукорежиссёр. И во втором части у нас сразу два гостя. Уже давненько такого не было, чтобы в студии сразу два гостя вживую. Ну вот. Легкоатлет, призёр чемпионатов Европы и мира Станислав Ильяр. Здравствуйте. Доброе утро. И флорболист, общественный деятель Даниэль Творанович. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира не изменили? 672-12-93-9, 672-13-93-9. Или можете писать нам по WhatsApp 2-300-6191. Да, может быть, Станислав, я думаю, что многим радиослушателям будет интересно вообще, что вы чуть-чуть рассказали о том, как вообще вы, человек, который занимался после ухода из активного спорта, наверное, такой и теннисской подготовкой, и физподготовкой в том числе футболистов, как вы это время проводили в пандемии, когда, ну, фактически никаких спортивных таких активностей не было? Время было проведено плодотворно, потому что был такой момент перезагрузки. Я много времени посвятил методической работе. То есть, мы фактически готовились, да? Да, то есть, это было, казалось, на самом деле, в какой-то степени я даже оказался этому доволен, рад, да, и потому что у меня появилась действительно масса свободного времени освежить свои знания какие-то теоретические. Вот, поэтому и, то есть, посвятить время семье. Поэтому для меня это, можно сказать, даже пошло в полюс. Ну, я знаю, что вы, вот, Даниэль, вы вообще приняли такое приглашение, ну, пойти в политику, ну, хотя это, наверное, больше, поскольку речь идет о Рижской Думе, все-таки это больше такая работа хозяйственная. Но почему? Я так понимаю, что вам не безразлично то, что в Риге у нас происходит, да? Не знаю, может быть, Даниэль начнем. Ну, да, мне поступило такое предложение, я какое-то время думал, потому что, ну, как бы, есть и другие у меня дела, и спорт, и объединить это сложно. Но потом я как-то решил, что нужно попробовать, потому что, во-первых, сейчас попробовать проще, чем попробовать через 20 лет. Во-первых, проще из зоны комфорта выйти, и проще учиться чему-то новому. Ну, и да, вы правильно подметили, мне не безразлично, мне очень важно, что именно Рига, какая Рига для молодежи должна быть, и мне хочется именно вот эти вот слова, которые услышать от своих вот ровесников, от, возможно, людей чуть постарше, помладше меня, их представлять во благо им и всему городу. А чего не хватает Риги для молодежи? Чего не хватает Риги для молодежи? Во-первых, не хватает молодежи, активной молодежи, которая вовлечена в то, что происходит в городе, которая не безразлична. И мне кажется, как бы, главной причиной, почему так много безразличных, это просвещение. То есть, ну, люди не знают того, что происходит, нужно как-то их больше рассказывать о том, что... И причем, мне кажется, очень важно именно примеры из самой молодежи, чтобы были активны и были на слуху у той же молодежи. Ну, то есть, как бы, когда я вижу, как кто-то моего возраста или из моего круга общения занимается чем-то интересным, и это просвещается где-то в медиа и еще где-то, и это тоже мотивирует заниматься дальше. Да, ну вот я знаю, что у вас такой интересный, уникальный опыт. Вы учились в русской школе, потом перешли в первую гимназию на латышском языке. Это действительно ведущая школа, топовая, что там говорить. Действительно номер один. И потом вы поступили, закончили, кстати говоря, вот Стокгольмскую высшую экономическую школу на английском языке. Я еще не закончил, я еще только учусь на первом курсе. А, на первом курсе, мне почему-то показалось, что... Почему, во-первых, вы поступили в эту Стокгольмскую школу? Многие считают, что как раз наоборот, те, кто поступает в Стокгольмскую, они, по существу, готовятся дальше к эмиграции, получив такой международный диплом на английском языке. Я так понимаю, что вы пока не планируете переселяться в другую страну, да? Нет, я не планирую, да. Я вообще начал с латышской школы, я учился в рижской и литовской школе, то есть, учение было на латышском, но еще мы изучали литовский язык. Литовский язык, да. И потом я тоже как бы в шестом классе перешел в еще одну школу, зал, еще школу, чтобы поступить в первую гимназию. Да. Мне тогда не удалось. Потом вот родители, спасибо которому огромное, что они так вот распорядились меня отправить в русскую школу, я там очень тоже много что... Ну, пока не мерил, улучшили знание русского языка, письменного, пока не мерил, да? Да, именно. Вот. Ну, было, конечно, сложно, но после латышской школы, но книги помогли, то, что читал. Ну, а стокгольмская школа, во-первых, я не соглашусь, что те, кто учится в стокгольмской школе, они все на выход, скажем так, потому что те, кто говорят о первой гимназии, что только те, кто учится в первой гимназии, многие тоже уезжают. Да, правда, да. Но именно я пошел в стокгольмскую школу, потому что я хотел остаться здесь, меня приняли тут, у меня было тоже, я поступал и за границу, на случай, если я не поступлю здесь. Здесь же, кстати, экзамен, да, довольно сложный. Да, довольно сложный экзамен, по-моему, 4-5 человек на место. Да. Вот, и экзамен из пяти частей стоит, но не суть. Я поступил, и я был очень рад, что я могу остаться здесь, и я понимал, что после того, как я отучусь, я здесь какое-то время точно буду работать. Ну, вы такой пример, может быть, сейчас модно говорить об интеграции, о консолидации общества, то вы как раз такой пример, да, то есть вы спокойно интегрировались, так можно сказать, в одной части общества, в другой, да? Ну, да, да, я считаю, что да, поскольку у меня семья русскоговорящая, нет никого из... Латышей, да? Латышей, да. Я вот интегрировался в латвийское общество, было, возможно, сложнее, но поскольку я был маленький, то это было менее болезненно, потому что маленькому проще обучиться. Вот, и мне самое, наверное, сложное, это было в русскую школу перейти потом, потому что я не понимал, как это возможно после обучения 6 лет на латвийском языке, вообще я не обучался русскому языку. Ну, только дома. Только дома, разговаривая или читая книги. И вот это вот письменное у меня только на какой-то мышечной памяти, на зрительной памяти из книг. И это мне помогло, вот этот русский язык. Именно письменные... Ну, вы довольно быстро адаптировались всё-таки в школе, да? Ну, я считаю... Год ушёл, да, наверное? Ну, год ушёл, да, но я вообще во всех школах быстро адаптировался, мне повезло с каким-то таким скиллом, скажем так, быстрой адаптацией. Зато вы знаете заодно и литовский язык, довольно редкий в Латвии, несмотря на что, да? Вообще есть такое мнение, что вот эти межнациональные, межэтнические конфликты, которые у нас в Латвии, к сожалению, присутствуют, это нельзя отрицать, что они больше перерогатива такого старшего поколения, что молодёжь, она уже менее на это смотрит, и в молодой среде таких конфликтов всё меньше и меньше становится. И риторика национальная, она менее популярна среди молодых избирателей. Вот вы с этим бы согласились? Вы знаете, мне кажется, это зависит больше не от поколения, а от времени, потому что когда я был маленький, я сталкивался с этим. Ещё до, возможно, школы было так, что латыши там играют во дворе между собой, а русские между собой. И это вот когда получается нулевые, да, конец нулевых, начало десятых, вот такое было ещё непонятное, непонятное вот это вот отношение латышей к русским, и тогда это правда было уместно, а вот сейчас вот взрослее и переходя из школы в школу, я всё меньше это вижу. Конечно, это встречается, встречается, но я бы сказал, что это больше встречается в качестве шуток, подшучивания. И тут уже вопрос о том, насколько человек самоироничен и может воспринимать эту шутку. Допустим, у меня нет проблем, что многие мои латышские друзья прикалываются тем, что я русский или что-то такое. Но это именно прикол, и никто из-за этого не считает меня глупее или хуже, как человека. И в первой гимназии никаких проблем не было вообще, да? В первой гимназии у меня не было проблем, и я вообще не считаю, что у нас в классе было много проблем, много связанных с этим, потому что у нас было 30 человек, из них 13 русских. Нам так повезло или так совпало. В первой гимназии много переходят. В первой гимназии сейчас в одном классе, что прям чуть ли не половина на половину. И мы и по-русски говорили там на переменах. Я знаю, что некоторые не любят, когда в латышской школах говорят по-русски между собой, но у меня ни разу за весь мой опыт не было так, что мне подошел какой-то учитель и сказал, почему ты говоришь по-русски в латышской школе. Не было такого. И я считаю, что вообще не важно, на каком языке говоришь, важно, что ты говоришь. И что ты из себя представляешь. Да, и что ты из себя представляешь. Если я могу тебя понять, это самое важное. Вот Старислав, так вот, может быть, мы с одной темы на другую, но все это очень важно. Вот у нас не так давно был Мариан Пахарь в студии, да? Ну и мы так вот получилось, хотели говорить как бы о настоящем будущем, но очень много говорили о прошлом, потому что там были успехи у футболистов, да? Вот если посмотришь на вашу карьеру, и ваше поколение легкоатлетов действительно было очень успешно на международной арене, потом, может быть, я что-то пропустил, как-то вот эти все успехи уже, те, кто пришел после вас, ну не было таких больших. С чем это вообще связано? Те же проблемы, что с футболом, не знаю, куда-то школа легкоатлетическая потерялась, тренеры ушли. Вот поделитесь опытом. На мой взгляд, да, действительно, было более массово. Это, ну, конечно, деревья были выше, трава и зелени, но реальность такова, что, я даже как-то сделал анализ такой небольшой, да, то есть была массовость, и было более массово, скажем... И конкуренция, видимо, была больше, да? Было больше спортсменов высокого уровня. То есть если команда ехала на чемпионат мира или на Олимпиаду, то, как правило, теоретически на выпадание, скажем, в финал рассчитывало больше человек. И, конечно, это было связано с тем, что немножко поменялось за последние, мне кажется, лет 10. Это произошло с ликвидацией национальной спортшколы. То есть это была школа высшего мастерства, в которой тренера получали доплату за мастерство своих спортсменов. Соответственно, что их достаток был выше, им не приходилось разбрасываться своим временем на тренировки дополнительные других видов спорта. Это действительно факт, что тренера по лёгкой атлетике, практически все, занимаются дополнительными тренировками ОФП. То есть, безусловно, деньги – это движущий фактор, не только экономики, но и всего. Поэтому, я думаю, что, во-первых, тренера очень мало, очень мало бывших спортсменов остаётся тренировать. То есть, это преемственность, она немножко нарушается. И потихонечку, именно если что касается лёгкой атлетики, она немножко такой пришла в спорт детей. То есть, она более детски стала спортом, потому что тренера и спортсмены среднего уровня лишились поддержки. Ну, это факт. Но при этом же мы видим, что лёгкая атлетика, она становится очень популярной именно в широкой массе. То есть, марафоны проходят, рижский марафон, у нас есть стип Роскрейенс. Даже вот у нас в редакции, она не такая большая, но у нас есть два человека, которые регулярно бегают марафоны. То есть, как-то, может быть, она ушла просто вширь, а не вглубь? Ну, она ушла именно в массовость. Это, скажем, нельзя сказать, что это болезнь, но это особенность, скажем, скандинавских стран. У них прекрасные спортивные базы. То есть, у них там в каждой деревне есть стадион Манеж и так далее. Но, то есть, у них есть большая массовость, но нету очень мало спортсменов высокого уровня, потому что у них нет господдержки для этого. То есть, там практически всё зиждется на частном каком-то интересе, либо клубах и так далее. И мы пришли к этому тоже. Да, массовость – это классно, на самом деле, что есть вот эти все пробеги. Тоже я знаю кучу людей, которые бегают. То есть, это не лёгкая атлетика, это, скажем так, это народный спорт, который очень важен тоже. Но он не служит как базис для того, чтобы оттуда вырастали? Ну, нет, нет, это… Как в футболе, что, знаете, в Бразилии все играют на пляжах, и поэтому легко там найти какого-то юного таланта. Ну, вы знаете, я смотрю на это немножко по-другому, чем, скажем, смотрел, когда мне было 20 лет, да, я думаю, ну, как так, ну, почему там в футболе больше денег или так далее. Ну, самое простое – это бегать. Естественно, что любой человек может взять и пойти бегать. Поэтому это подкупает своей доступностью. Для этого не нужно иметь какие-то большие способности обучаться, как, к примеру, не знаю, бегу с барьерами, да, то есть это не природный вид спорта, не натуральный. Поэтому вот эти технические, специфические виды, они очень, скажем так, становятся малочисленными. Это нормально, на мой взгляд. То есть интерес народа к тому, что проще. Это стырный букс, вот эти бег по пересеченной местности, это во всем мире. Классно, я сам планирую поучаствовать как-нибудь, по грязи там побегать. Это действительно интересно. Люди же идут туда, куда интересно то, что им понятно. Поэтому я очень трезво смотрю на то, что, скажем, происходит в легкоатлетике, это ожидаемо. А все-таки, на ваш взгляд, в будущем что-то изменится? Может, появятся новые звездочки какие-то? Ну, мне сложно прогнозировать. Во-первых, в первую очередь, всегда любой спортсмен – это талант, в первую очередь. И, конечно, это мозг тренера. Если будет тренер, который способен подготовить любого таланта, то он появится, ну, скорее всего, вопреки, наверное, а не благодаря. Потому что, скажем так, какой-то централизованной системы отбора нет на данный момент. Ну, на ваш взгляд, Рига, Лирическая дума могла бы будущим каким-то образом тоже помочь? Понятно, что массовое занятие физкультурой – это все полезно, это хорошо. Но, так сказать, и есть профессиональный спорт, который несет имя Латвии на международную арену, спросите за банальность. Ну, на мой взгляд, у нас должны быть стать более доступные спортивные арены. Ну, это касается, скажем, вот у нас есть стадион Даугова, если мы касаемся профессионального спорта, и стадион Аркадия – это в Риге два стандартных стадиона. Но, скажем так, попасть на которые, если ты не в официальной организации, невозможно практически. Вот, то есть, в отличие, скажем, от… Ну, конечно, мы можем брать Соединенные Штаты Америки, да, одинаково на каждом углу стадиона, но, по сути, то есть там есть стандартные стадионы в многих городах, которые доступны для обывателя. Есть стадионы в кампусе студенческом, на которые просто люди не идут, потому что, ну, это студентам. Но есть точно такие же размеры стадионы, где человек может прийти, привезти ребенка своего, да, и он там прыгнет в длину, там сразу, то есть доступность вот этих вот баз, и она и способствует, на мой взгляд, тоже поднятию интереса. А если ты не можешь попасть на стадион, если ты не устроен в какую-то школу, то есть нужно, мне кажется, здесь какая-то есть немножко недоработка. Но ведь вы же сами сказали, что для бега не нужно ничего особенного, то есть можно пойти в межопарке побегать, например, или все-таки, ну, что я близко не специалист, есть разница между тем, где ты бегаешь на стадионе или просто парке, улице? Ну, я имел в виду именно доступность стадиона, именно вот, чтобы человек мог тренироваться, все-таки там какая-то атмосфера, есть вот этого вида спорта. То есть межопарк – это другое, да, это просто пробежка, повесеченная местности, но именно доступность даже для каких-то даже частных занятий, да, то есть она должна быть, на мой взгляд, чуть-чуть, то есть больше. Она должна быть лучше. – 6, 7, 2, 12, 93, 9, 6, 7, 2, 13, 93, 9 – это телегон прямого эфира. Напомню, у нас в гостях легкоатлет, призер чемпионатов Европы и мира, Станислав Олигар и флорболист, общественный деятель Даниэль Творанович. – Да, вот, Даниэль, я знаю, что вы проходили, ну, свою вот такую практику в департаменте имущества Рижской думы, и там как бы вот, ну, по-другому взглянули на ситуацию в городе, на то, как он управляется, как управляется городской собственностью. Вот, может быть, несколько слов об этом опыте, как вы попали в этот департамент, и как вас, насколько это вас заинтересовало? – Да, на самом деле я работал три лета в департаменте имущества. Так мне понравилось первым летом, что я потом еще… – Такая практика, да? – Да, такая, мне было интересно, тогда мне было лет 15, когда это началось, то есть я прочитал про такую программу НВА, ну, была программа от НВА, которая предлагает для молодежи разные вакансии, там, начиная от дворников, заканчивая, не знаю… – Это государство службы занятости предлагает. – Да, государство службы занятости. И я, по-моему, я тогда учился в 10-й школе, и директриса была знакома с господином Буровым, который на тот момент возглавлял департамент имущества, и она как-то порекомендовала мне в этом НВА, в этой программе именно пройти практику именно в департаменте имущества. То есть, как бы тоже там выбирали каких-то учеников, которых можно посоветовать департаменту имущества, и меня предложили вот туда. И да, я подумал, интересно посмотреть, как работает государственное учреждение, что там предложат. И первый год, я бы не сказал, что было очень интересно, я попал в отдел, по-моему, строительства. Тогда реновировали музей искусства. – Художественный музей как раз, директор Бурова. – Только что у нас было, да. – Ну вот, и мы там много возили документы именно туда-обратно. Там именно я попал к… – Такая техническая работа. – Да, техническая работа была в основном первый год. Но потом я решил, я там подружился с ребятами, которые работали в социальных вещах, в бюро директора, именно, и в медиях. И как-то мне стало так интересно, что они делают, они снимали и видео, были ответственны за то, как ученики работают. Я решил на следующий год написать заявку, то, что я хочу именно вот в этот отдел, в отдел меди и коммуникаций. И меня взяли, там уже я ближе познакомился с… Именно как директор работает, именно как эти медии. Мы в Думу ездили на совещание и ездили по объектам. И что самое ценное, мне кажется, я узнал, это как договариваются люди о строительстве объектов. Я присутствовал на таком прикольной встрече Федерации футбола и Департамента имущества. Один из годов, когда они решали о строительстве стадиона. В общем, они решали, приехали в школу определенную, и там, значит, прикидывали, как это может быть выглядеть. Потом спорили, ну да, это можно, это нельзя. И было очень интересно понаблюдать за этим. А что именно было интересного? Потому что они как-то… Было интересно понаблюдать, как одни говорят, сколько это будет стоить, а вторые пытаются сказать, что, ну, может быть, это можно сделать подешевле. И решают, как бы… Ну, там, на самом деле, было интересен именно концепт. Там, видимо, было предложено два варианта стадиона. И вот они не могли решить, какой из них надо взять. Ну, в общем, да. Да. Ну, вот вы, может быть, как-то по-другому взглянули, не знаю, на чиновников. Потому что мы же понимаем, что у каждого из нас, те, кто от них не был на вот этой вот службе, неважно, муниципалитет или государство, одно свое есть представление чиновника, зачастую негативное. Вот они там сидят, перекладывают бумажки, вот не видят реальных проблем, реальных людей, оторваны от жизни. Вот вы изнутри, это так или не так? Это отвечает вот таким стереотипам? Вы знаете, такой стереотип у всех есть, и у меня он был, но я скажу, что частично он разрушился, потому что... Ну, я не могу сказать про всех чиновников. Я не видел так много чиновников, когда я там работал. Но то, что я видел, именно так как мы ездили много за именно за директором бюро, не бюро, а департамента, он, во-первых, ездит много по объектам. Каждый день у него разъезды, на которые нас брали с собой, на некоторые из них. Это в школы, которые реставрируются летом, это на стадионы, которые строятся, площадки. И это один вопрос, то, что он приезжает, начинает общаться с директором или же руководителем этого комплекса и пытается решить, что нужно еще, что не нужно, как работают. Это интересно, это не то, что кажется в этом стереотипе, что чиновники сидят и просто по телефону разговаривают. Это не так. Они постоянно в разъездах. Ну, может быть, не все, но вот то, что я видел. И вторая вещь, куда тоже нас брали, это когда едут просто в какой-то район и начинают договариваться о, возможно, каком-то потенциальном строительстве или реставрации какого-то дома, тоже приходят люди, именно жители этого района, и директор департамента начинает с ними напрямую вступать в дискуссию, то есть спрашивать, как вы это видите, как лучше, вот как мы можем предложить. То есть происходит реальный контакт с жителями. Мы сейчас, наверное, приимем телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать голос нашего звонящего. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста, да. У вас разные гости. Ну вот, значит, барьеристов... Ольга, я скажу, я тоже был барьеристом в молодости. 110 метров с барьерами, 200 с барьерами бегал в Риге, в Литве. И в Литве в школе, здесь в институте. Ну, массовый был спорт, массовый. Не просто на первенстве республик собирались тысячи, а десятки тысяч парней и юношей. Это было связано с тем, в основном, что юноши боялись идти слабыми в армии, и особенно литовцы были очень физически подготовлены. Сейчас это в Латвии нет, и это очень печально. Извините, пожалуйста, у вас есть ли вопрос к нашим гостям, потому что время заграничено? Ну, вопрос такой, значит, первому гостю. Значит, почему массовый спорт не развивается, чтобы меньше было больных, алкоголиков, наркоманов? Значит, политику я хочу задать вопрос. Сейчас полиция безопасности очень взялась после событий в Америке. Вот. Я считаю, что это правильно, потому что очень опасная ситуация, вот. Спасибо большое. Ну, вот, может быть, действительно, начнем с Станислава. Вот, правда, вы уже касались чуть-чуть этого массового спорта. Ну, кстати, по поводу массовости, ну, тоже многие говорят, что, с одной стороны, вот, в советское время вот эта массовость была обеспечена, с другой стороны, тоже смотрели, что если вдруг нет таланта, сразу отметали и говорили, ну, ты можешь там во дворе заниматься, но нет у тебя способностей. Не знаю, правильно это или нет, но вот, как вы считаете, почему сейчас нет массовости? Детей нет. Детей нет. Как сказал мой знакомый учитель физкультуры, не помню, какого года дети, пошло 5000 детей в Риге. Из них большая часть это девочки, оставим остающиеся мальчики, те, которые пошли другим заниматься и так далее, так далее. А почему девочек отставим? Нет, ну, я имею в виду, что если мы берем, у меня просто, у меня в голове про футбол, поэтому я так, он так отсеял, так, девочек отсеял, остаются мальчики, я туда. Но мы под calm def Band, а мы не могли делать, когда мы possел рогик immкоматорный, мы выглядим, потому что, значит,